Привет всем! В этом видео я просто напомню о некоторых популярных и, возможно, одних из самых критически важных расширениях для браузера, касающихся безопасности. О таких вещах задумываются еще задолго до миграции на свободный ОС, поэтому это видео может оказаться немного полезным и для тех, кто не пользуется Linux. Собственно, первым расширением в этом списке идет HTTPS Everywhere. Оно выполняет одну очень простую по смыслу функцию. Если сайт поддерживает возможность установки защищенного соединения по HTTPS, то оно будет использоваться. Также есть дополнительный режим, при котором незащищенные соединения по HTTP просто не разрешаются. Собственно, буква S взлета от слова Secure и обозначает, что HTTP работает поверх одного из криптографических протоколов. Обычно визуально это обозначается как закрытый навесной замочек слева от адресной строки и означает, что информацию в неизменном виде увидят только участники на концах этого самого соединения. Это обычно имеет смысл при передаче такой информации, как пароли, данные банковских карт и тому подобное. В целом, при поведении по умолчанию расширение не вызывает проблем, но вероятно до сих пор могут встречаться с сайты, часть содержимого которых хранится на серверах, которые не поддерживают защищенные соединения. Например, картинки будут доступны только по HTTP адресам. Однако в январе 2023 данное расширение исчезнет, поскольку польза от его функционала была настолько велика, что даже разработчикам Chromium и Firefox пришлось реализовать поддержку его возможности официально на стороне браузера. И уже сейчас в актуальных версиях вы можете найти и настроить соответствующий пункт в настройках приватности. Следующее расширение сделано и продвигается той же самой организацией, что и первая, и называется Privacy Badger. К сожалению, продвигается оно менее успешно, поскольку в этот раз оно направлено не на совместную защиту, а только одного из участников – пользователя. Как вы знаете, работа современных сайтов обычно не основывается на использовании одного источника. Время шло, и теперь зачастую среди них пытаются затеряться и такие, которые не делали для пользователя ничего из того, что он просил или ожидал от сайта. Но в дополнение к этому еще могут заниматься сбором ваших данных. Главная проблема тут в том, что это происходит без согласия или даже какого-либо уведомления пользователя. Может быть есть особо идейные люди, которые вовсе не против того, чтобы гипербогатые корпорации становились еще богаче за их счет, но обычно если подойти и спросить человека «Эй, можно мы потратим твои ресурсы и время, а ты за это совершенно ничего не получишь? Ну как тебе, ты согласен?» Ответ будет очевиден. Поэтому до тех пор, пока нет никакого наказания, используется тактика «Не хочешь получить неправильный ответ, так не задавай вопрос». Собственно говоря, специально для таких целей в браузерах есть функция «Отправлять, не отслеживать». Но на это сторонние сайты придумали одну гениальную вещь, как игнорировать эти самые сигналы от пользователя. Сделать вид, что он не понимает, что происходит, и прикинуться, будто ничего не заметил. Вот в этот момент на сцену и выходит при Васи Бейджер, который в некотором виде возвращает пользователю контроль над возможностью самому решать, с кем он конкретно хочет делиться информацией о работе его браузера. И решительно блокирует сайты в случаях, когда было замечено, что они все равно продолжают делать что-то подозрительно, игнорируя вежливо отправляемый сигнал «Не отслеживать». После установки станут доступны ползунки для сторонних сайтов, положение в красном «Не доверять», зеленое «Доверять». Сторонние сайты – это все ресурсы, к которым идет обращение с этой страницы, собственно кроме домена, указанного в адресной строке. Вероятно, это самое непонятное расширение для обычного пользователя, поскольку он визуально не заметит каких-либо изменений. Результат от работы следующего расширения будет более нагляден – Ublock Origin. Борется со спамом на страницах интернета. Как и предыдущее расширение, возвращает контроль пользователю, в этот раз над тем давал ли он свое согласие на трату своего времени и ресурсов, на информирование против воли. Его работа основана на том, что он может блокировать любые элементы страницы, и пользователь, например, может даже самостоятельно писать какой-нибудь элемент, который он предпочел бы больше не наблюдать. Но с этим лучше быть поосторожнее. Однако основная функция в том, чтобы после установки использовать уже подготовленные в нескольких источниках списки таких фильтров, вероятно также будет интересно добавить фильтры для русскоязычных сайтов, затем сверху нажать на кнопку «Обновить сейчас». Спустя некоторое время иногда бывает, что некоторые элементы почему-то не отфильтровываются должным образом. В таком случае стоит заново проверить списки источников фильтров и их доступность, хотя чаще всего обычно будет достаточно просто повторно нажать на кнопку «Обновление». Собственно, главная цель этого дополнения такая же, как и предыдущего – вернуть пользователю возможность выбора и изменить поведение по умолчанию для браузера и сайтов на более предсказуемое и логичное. Ведь обычно мало кто хочет полностью доверять всем случайным сайтам, на которые он попадает в первый и зачастую в последний раз. Но при этом всегда остается возможность вернуть спам при желании добавив доверенные нужные вам ресурсы. Но стоит помнить, что иногда данное расширение может нарушать работу сайтов. Правда, происходит это в основном из-за того, что владельцы сайтов пытаются как-то маскировать рекламу или искусственно смешивать ее с функциональными частями сайта, либо стараться определять работу подобных расширений и показывать еще кипу дополнительных окон, или же выполнять какие-то более агрессивные действия. Сколько раз вы видели, чтобы сайты сами явно спрашивали при первом посещении? Хотите ли вы, чтобы вот в том углу иногда показывалась ненавище реклама? Вряд ли. Обычно используется уже знакомая агрессивная тактика. Не хочешь получить неправильный ответ, так не задавай вопрос. В любом случае, к сожалению, это или подобное расширение, вероятно, уже знакомо всем в наши дни, поэтому я больше не буду останавливаться на этом. И, наконец, заключительное в этом видео расширение настолько ультимативно, что после установки оно просто гарантированно сломает половину интернета для обычного или неподготовленного пользователя. Поэтому в его случае я советую убедиться в том, что вы действительно понимаете, какие будут пользы и последствия. Ноу скрипт. Большинство современных сайтов используют для своей работы сценарии, некие алгоритмы действия или, проще говоря, программы, которые должны будут исполняться на машине каждого посетителя сайта. Звучит немножко безумно, правда? Я имею в виду, все знают, что если иметь привычку постоянно запускать любые неизвестные программы, присланные по имейлу или попавшие на компьютер любым другим способом, то однажды это может довольно плохо закончиться. А тут получается, что даже не надо скачивать какие-либо файлы самостоятельно и просто открытие какой-нибудь веб-страницы достаточно, чтобы один из таких скриптов начал, допустим, манить на вашем железе. Да. Это, вероятно, один из самых безобидных вариантов из возможных. Конечно, в случае, если владельцы такого сайта сами в курсе происходящего и получают таким образом доход. А, может, разработчики браузеров пока просто не знают о том, что сайты любят уже чрезмерно злоупотреблять скриптами? Ну, очевидно, что тем самым разработчикам браузеров повезло жить в другой вселенной, где отсутствует даже сама концепция каких-либо уязвимостей. Поэтому ничто не мешает им говорить, что были предприняты все защитные меры. В общем, на деле просто очередное подтверждение, что развитие браузеров в какой-то момент пошло по своей безумно кривой дорожке. Если вас интересует больше информация об этом, то начать советую с вот этих двух роликов Андрея Столярова. Но, тем не менее, где-то в глубине вашего браузера все же должна быть запрятана ультимативная опция, что запрещает исполнение всех скриптов на всех сайтах. Но тут уже, к сожалению, придется сказать, что работа большинства сайтов, которые вы обычно посещаете, скорее всего будет жестко завязана на исполнении сценариев. Так что такой глобальный запрет по всему браузеру просто ограничит доступ к функционалу сайтов, от которых вы зависите. Расширение NoScript позволяет пользователю самостоятельно определять скрипт там, с каких доменов будет позволено выполнение на вашей машине. Что ж, добавление всех интересующих вас сайтов в такой доверенность список займет довольно много времени. В основном, конечно, из-за количества сторонних доменов, без которых основной функционал сайтов не будет работать. Плюс есть возможность до момента полного закрытия браузера обозначать домены как временно доверенные. Что бывает полезным? Как по мне, расширение – приемлемый компромисс в весьма нехорошей сложившейся ситуации. Это пока все расширения, о которых я бы хотел напомнить, как пользователи Linux. Пока они присутствуют в официальных магазинах расширений, у вас не должно возникнуть проблем с возможностью их использования. Однако помните, что некоторые сайты все же будут особо агрессивно противостоять этому. Даже несмотря на то, что эти решения всего лишь навсего немного меняют поведение браузера по умолчанию на чуть более разумное. До тех пор, пока пользователь явно не примет свое решение. На этом у меня все. Всем удачи.